Мы сейчас в гостях у Ольги Леонны Кочарян. Всем, конечно, хорошо известно, что дом, где она живёт, большой каретный 15, связывают с именем Владимира Семёновича Высоцкого. Но открыл его талант народу нашей страны именно отец Оли. Леон Суренович Кочарян. Но сегодня мы, наверное, поговорим о тех страницах, которые менее известны. Поскольку этот дом, прекрасный гостеприимный дом, связан не только с именем Владимира Семёновича Высоцкого, но и со многими друзьями, знакомыми Леона Суреновича, поскольку Леон был необыкновенно... Притягательной личностью. Да, общительной, как король общения или как его называли. Когда-то написал о нём Юлиан Семёнов, с которым учился в институте Востоковедения. Лёвушка был душой Москвы тех лет. А это декабрь 1963 года. Папа был режиссёром «Голубого огонька». И на этом «Голубом огоньке» принимал участие Юрий Алексеевич Гагарин. Вот он. Вот он. Вот он. Вот он. Вот он. И вот он. Вот мой папа. Вот мой папа. Вот мой папа. И они очень подружились. И вот вплоть до гибели Юрия Алексеевича в 1968 году они были, ну, не то чтобы близкими друзьями, но Гагарин часто бывал в нашем доме. И просто здесь вот на Большом Каретном 15. На Большом Каретном, в этой квартире, да, вот в нашей квартире 11. И с мамой знакомый. Он часто бывал. И причём был не один приходил, а приходил с Комаровым и Титовым. Вот. Причём была достаточно такая забавная история. Наши космонавты все были не очень высокого роста. А мама у меня была высокая, и подруги у неё достаточно высокие. Да плюс ещё кублуки. Вот. Но как-то они пришли, невысокие, ну, настоящие мужчины. Девчонки, иди с ними эти каблуки, а то, как-то с вами называть неудобно. Понятно. Вот. Юрий Алексеевич настолько с глубочайшим пиететом относился к отцу моему, что у них с мамой состоялся такой диалог. Они как-то сидели, разговаривали о чём-то. Вдруг Юрий Алексеевич говорит, Инна, маму свалить, Инуля, ты понимаешь, за кого ты вышла замуж? Мама такая ещё гордая сидит. Юра, может быть, это на ком Лёва жената? Не могла мне так смириться. Но, тем не менее, Алексеевич, да, они, он, вот, не знаю, там, где-то они встречались, куда-то ходили, но то, что он бывал здесь, и не единожды это мама рассказывала, да. Ну, я была тогда совсем, совсем маленькая. Ну, именно, вот он приходил к вам в гости, то есть, там, с другими. Ну, вот, Владимир Владимирович, почему он не пересекался? Я не могу этого сказать, не знаю. Я думаю, что пересекались все, на самом деле, Лена Анатольевна. Потому что в этом доме бывало такое количество народу, что однажды мама кого-то принимала, и пришли какие-то очередные люди, и маму спросили, а тебя кто пригласил? Мама говорит, вообще-то я хозяйка. Причём-то какая-то была уже, ну, если не близкие друзья, а друзья друзей, друзья друзей, ну, потому что вся эта тусовка, те же друг друга знали, и бывали в одних и тех же местах, и мама говорит, а тебя кто пригласил? Ты с кем пришла? Мама говорит, я тут живу.